я вот я снова гуляю по центру райда и вот хочу вам показать вот такую вот вещь вот смотрите видите вот эти вот мешки огромные их тут целая куча не как бы используется под мусор вообще-то но это не подумайте что это мусор друзья это вот я вам сейчас объясню это знаете что это люди принесли вот ненужную одежду какие-то вещи свои вот в такие вот charity shop и вот это вот видите huk очень распространенный бренд тоже это вот называется charity shop или по нашему но charity это помощь как вы знаете или по нашему они еще называются секонд-хенды вы наверное тоже в них бывали это все привозится секонд-хенд продается там чуть ли не на вес вещи все вот и вот то что я вам показала мешки это вот такое вот в у них очень часто распространено что вот эти вот все charity shop и они в общем люди сюда приносят все бесплатно сейчас зайдем посмотрим вот такой вот этот charity shop внутри тут полно всяких всякая одежда секонд-хенд запашок конечно я вас умоляю называется вот так вот эти вот все вещи которые уже не нужны и они приносятся сюда бесплатно и вот люди их мешках прямо оставляют вот возле двери потом их заносят те кто здесь работают в этом charity они сортируют может быть гладят там если что-то не так и вот развешивают какие какую-то цену им дают да цена довольно таки небольшая вот сейчас мы с вами посмотрим даже 449 вот эта рубашечка но обычно вы знаете 249 видите размер и цена обычно вы знаете вот от фунта до 5 фунтов они это все оценивают здесь и вот как бы берут бесплатно оценивают продают и на этом общем-то живут и вы знаете charity shop и эти все они очень процветают в основном здесь одежда в основном она женская как вы понимаете но немножко обуви немножко каких-то аксессуаров вот мужской такой небольшой отдел даже есть вот кстати очень нужная вещь вы знаете этот огромный чемодан мой вам отсвечивает вот он стоит 55 99 видите вот такой вот очень даже хороший чемодан в него можно даже самой залезть он очень огромный ну я считаю что 599 он рабочем состоянии вполне себе ничего вот то есть я хочу сказать что здесь можно найти иногда очень неплохие вещи и вот это с чего я начала очень часто можно встретить вот привозят люди вот такие вот мешки с этой одеждой с какими-то книгами вот в эти charity shop и то есть это все бесплатно как вот у нас допустим в церкви отдают а здесь это чарти шопы и вот в основном вы знаете их везде полно вот еще один чарти шоп ну то есть вот если даже вот сейчас вот идти нам по центру с вами я могу их насчитать буквально десятки просто вот посмотрите молодой чек а какой красивый какой красивый он прямо расхохотался даже так вот самое интересное что на улице холодно он идет в открытой майке наверно очень ему хочется показать какой он красивый какие у него бицепсы вот но отвлеклась опять вот так вот этих чарти их полно друзья вот они в основном процветают здесь у нас потому что как вы понимаете им все доста вот еще один как вы понимаете им все достается бесплатно и они на каких-то вот этих маленьких копеечки которые они продают один на этом выживают а вот эти такие магазины брендовые вот брендовый магазин мнк мне он очень нравится вот мы с вами можем тоже зайти сейчас я просто даст доскажу что вы знаете вот что мне удивляет это то что очень пользуется спросом у англичан вот эти чарти шоп вы знаете это просто странно для меня потому что они всегда такие знаете чопорные вот пожалуйста еще один откуда это они с тренировки что ли идут я понять не могу все раздетые ребятки вот они все такие чопорные всегда и вдруг они вот этих вот чарти себе покупают эту одежду которая неизвестно кто есть употреблял вот еще пожалуйста вам в общем узнаете масса этих чарти шопов а вот а я сейчас зайду в пост офис на почту мне нужно кое-что там и потом я вам наверное продолжу еще покажу вот обычно гуляю по своим таким знакомым местам вот эти вот порублю все фрукты овощи здесь порублю вот видите в таких вот баночках таких мисочках очень даже неплохо вот надо взять вот этих вот помидорков я их люблю да и виноград по моему смотрится неплохо короче сейчас зайду на почту потом посмотрим буду ли я вам дальше показывать нет вот я к сожалению побывала на почте друзья там народу очень много ничего я толком не сняла вам там ну вот я только единственное что еще вот вам одно чарати покажу такой чарати шоп который армии salvation армии как-то называется вот тоже здесь всего всего чего хочешь и вот я же говорю что поражает меня то что они все сынки они все пользуются спросом и они все битком битком этими тряпками в общем ну единственное что понимаете сами что даже если никто не купит они потом цену снижают и снижают и снижают на эти тряпки потому что это все им бесплатно досталось но и в общем когда это уже все вывесится может быть кое-что куплено кое-что нет то тогда наверное это все выбрасывается и вы знаете они на этом прекрасно даже процветают такие всякие поделки без девушки всякие посуды хотя вы знаете я что вам скажу это все вот такая посуда допустим ее конечно надо покупать на кабуце или здесь она все равно дороже ну и вот пожалуй последнее что я хочу показать друзья это знаете что этот арт энд крафт энд крафт вот такой вот магазинчик он даже не магазинчик он выглядит как магазин он наверное занимает такую территорию магазина но здесь в основном вы знаете вот приходят люди и у них вот такие вот статуеточки всякие фигурки видите вот и приходят люди платят деньги вот и вот эти вот все фигурки детки в основном родители с детками они их здесь раскрашивают вот здесь вот за столами если вам видно видите там набор красок кисточки все это стоит очень много стульев вот там вот кружек этих висит куча всяких белых кувшинчиков вот и вот вы мало того что вы платите вот за этот кружечку или кувшинчик от видите от 12 там и 20 даже и 24 цены в общем огромная обычная кружка он 750 то есть она вот пустая в ее за 750 покупаете и вы здесь садитесь вот с ребенком раскрашиваете все это еще и платить и за время которое вы здесь находились и вы знаете тоже пользуется популярностью еще и не прогорел вот я удивляюсь конечно этому всему ну и вот это пожалуй все что я сегодня вам хотела показать я просто шла по центру райда увидела эти мешки вспомнила эту всю историю и хотела вам это показать и рассказать а на этом друзья мы с вами встретимся еще увидимся пока пока